До войны в украинском Мариуполе жили почти 450 тысяч человек. Но сегодня этот город-порт на берегу Азовского моря почти полностью разрушен. Город не взят российскими войсками, но больше трёх недель находится в осаде, а по жилым районам наносятся авиаудары. Так, городской совет сообщил, что в результате бомбардировки российской армии драмтеатра, в подвалах которого прятались люди, погибли 300 человек. Лишь неделю назад стороны договорились об открытии гуманитарных коридоров. Вчера из Мариуполя-Бердянская и Мелитополя получилось эвакуировать в Запорожье около 7 тысяч человек, на частных автомобилях и автобусах вдоль десятков российских блокпостов. Однако украинская правда сообщает, что российские военные временами обстреливают колонны беженцев. При этом агентство Reuters со ссылкой на британскую разведку утверждает, что украинцы отбросили россиян на 35 километров к востоку от Киева и постепенно возвращают контроль над населёнными пунктами. Аналитики рассказывают о проблемах со снабжением российской армии и низком боевом духе солдат. Вооружённые силы продолжают отбиваться от атак врага на юге страны в Донбассе, на Харьковском направлении, в Киевской области. Сдерживая российские действия, наши защитники и защитницы подводят руководство России к простому и логичному мнению. «Нужно говорить. Говорить содержательно, срочно, честно и ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время». Между тем в Москве заявляют об успехах. «В целом, основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал вооружённых сил Украины». Это позволило армии сконцентрироваться на главной цели – освобождении Донбасса, заявил генерал-полковник. По его словам, российские войска окружили Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Украинские власти и чиновники в Пентагоне эти данные не подтверждают.